Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Общий астрологический прогноз 2023 год. Солнечное затмение в апреле 20 числа в 29 градусе Овна. Конечно, это самое главное событие для всех типичных представителей знака Зодиака Овен, особенно для тех, кто родился 20 апреля, когда Солнце еще было в 29 градусе Овна. Когда затмение Солнца в первом доме, это возможность засиять заново, как будто бы Новый год масштабный, усиленный, очень потенциальный. Солнце всегда дает новые возможности. В первом доме солнечное затмение говорит о том, что вы можете получить абсолютно все, что хотите в своей жизни. Это дом Я, Я-концепции. Также это дом внешности и личности. Но так как 29 градус Овна уже очень близок к Тельцу, то можно говорить и о финансах, то есть и новое Я, и новые деньги. Возможно, у кого-то смена имени, фамилии. Возможно, у кого-то открытие бизнеса, свадьба, новая зарплата. Новая работа, новая зарплата. Новая зарплата также может быть для вас или для вашего мужа. И то, и другое. Какие-то премии, выплаты, надбавки, пенсии. Это все может быть и либо у вас, либо у вашего спутника жизни. Если у вас нет супруга, то могут быть деньги от государства, от других людей, от банков и так далее. Все это решается. 5 мая уже лунное затмение в знаке зодиака. Скорпион — это ваш восьмой дом. Это как раз дом чужих денег. Денег мужа, жены, если они у вас есть. Или других людей. В том числе, еще раз повторяюсь, это деньги государственные. То есть пенсии и различные субсидии, выплаты по страховкам, по больничному листу. Все государственные выплаты. Кроме того, это деньги от банков. Поэтому депозиты, кредиты, ипотеки здесь же. Если у вас есть такие вопросы, то они будут решаться в коридоре затмений. Первый судьбоносный период 2023 года — это период с 20 апреля по 5 мая. Здесь решаются вопросы вашей личности и ваших денег. Но еще раз подчеркиваю, что ваши деньги — это не только те, которые лично вы зарабатываете. Речь не только и не столько даже о вашей зарплате, сколько вообще о всех деньгах, деньгах или деньгах, которые к вам приходят. Из разных источников. Это, в общем-то, о вашем капитале. Ваша зарплата — это одна статья ваших доходов. Наверняка у вас есть другие статьи доходов. Если нет, то вы их обнаружите. Это могут быть деньги от родителей. И выигрыши даже какие-то абсолютно вами сейчас, возможно, неожидаемые. Избавиться от долгов — тоже выиграть. Это тоже попасть в плюс. Поэтому здесь закрытие долга какого-то. Долговые обязательства перед собой, перед другими людьми. И если вам должны, то, скорее всего, этот долг тоже будет вам возвращен. Первый период, первый коридор затмений — 20 апреля, 5 мая. Запоминайте, а лучше записывайте. Следующий период, а точнее день, который будет судьбоноснейшим в этом году — это 17, 12, точнее, июля. 12 июля лунные кармические узлы меняют знак. И северный кармический узел, узел развития, переходит в ваш знак зодиака, в знак зодиака Овен, ваш первый дом. О вашей личности будет весь год. Но вторая половина года после 12 июля будет не просто о вашей личности, о ваших возможностях, о вашем видении себя, а о том, как Вселенная вас видит, о том, как карма вас видит, о том, что вам предначертано, не вы себе прописали, а то, что вам прописала Вселенная. О том, что вы себе прописали первая половина года до 12 июля. Что вы хотите, вы можете. Хочу, могу, делаю. Об этом первая половина года. А вторая половина – это то, что вам уже дает задание сама Вселенная. Что тебе нужно делать и помогает вам, собственно говоря, в этом разобраться. Южный узел переходит в ваш седьмой дом, дом партнерства, из восьмого, из дома кризиса. Если кризисные ситуации в вашей жизни не решатся в мае, к полнолунию не разрешатся к пятому числу мая, тогда ждите, точнее не ждите, а готовьтесь к июлю. Подготавливайтесь, потому что здесь, когда лунный узел поменяет знак, он уйдет из вашего дома кризиса. То есть кризисы в вашей жизни завершаются либо к майскому лунному затмению, либо к середине июля, к 12 числу, когда узел меняет знак и переходит в ваш дом партнерства из дома кризиса. Третий период кармический этого года – это октябрь. В октябре снова два затмения. 14 октября и 28 октября. На вас больше будет влиять, конечно, солнечное затмение, которое 14 числа, потому что солнце – ваш знак из диака в очень сильном положении. То есть первое затмение, которое на вас мощно отразится, – это 20 апреля, а второе – это 14 октября. Здесь возможны темы взаимоотношений с партнерами. Солнечное затмение всегда что-то дает, поэтому у вас может появиться новый друг, новый партнер, новый супруг. Я здесь не вижу развода, но все-таки у кого-то может пройти по солнечному затмению и развод, но это 1%, наверное, из вас, потому что все-таки солнечное затмение дает солнце в жизни, то есть мужчину дает. У кого-то может новый начальник, новый командир, а вопрос в отношении с отцом, возможно, здесь, то есть новый отец. То есть это как будто бы что-то, какое-то новое солнце в вашей жизни. Либо опять по солнцу, это может быть ваше дело, но с партнерами. По седьмому дому вы не в одиночестве это делаете, то есть у вас есть друг, который партнер, помогает вам. А вообще, конечно, это классика брака, потому что 14 октября – это покрова. Традиционно свадебный период и солнечное затмение в день покрова 14 октября. Это про венчание, про свадьбу, про то, что вы под одним покровом, как пара. Поэтому здесь для многих может быть брак, официальная роспись. 28 октября – лунное затмение в вашем втором доме денег. Вы наполнитесь деньгами, ваша жизнь наполнится и переполнится финансами. Это месяц шикарный, в октябре у вас, возможно, и свадьба, и деньги. Может быть, вам подарят на свадьбу очень много денег. Вот 14 числа свадьба, а 28 вы посчитали деньги, оказалось много и на все хватает. Хороший месяц октябрь, хороший год, в принципе, для вас, овны. Сразу вам скажу, чтобы вы не переживали. Венера в этом году больше всего в вашем пятом доме. Это дом детей, сердца и любви. Вопросы взаимоотношения с любимыми людьми, романтика, дети, свидания, ухаживания, отдых, поездки, развлечения, хобби. Своё малое дело, свои любимые дела вы будете делать с удовольствием на протяжении большого отрезка времени. Однако Венера в этом же самом знаке Зодиака, в вашем пятом доме, в знаке Зодиака Лев, еще и ретроградит. Поэтому сразу запоминайте, а лучше запишите, что для продвижения дел сердечных подходят периоды с 5 июня по 23 июля и с 4 сентября по 9 октября. Эти два периода прекрасно, чтобы начинать встречаться с парнем, девушкой, ходить на свидания, отправляться в романтические путешествия, с детками общаться, если они у вас есть, взаимодействовать. Если у вас есть хобби проявлять себя, можно выходить на сцену со своими картинами, со своей музыкой, с чем угодно. Можно своё малое дело открывать в этот же самый период, а в периоды, точнее, а в период между, с 23 июля по 4 сентября, в этот отрезок времени, всего этого делать не стоит. Но к вам могут возвращаться по ретро-Венере, это период ретро-Венеры, прежние любови. Прежняя любовь может вернуться к вам в период с 23 июля по 4 сентября. Если вы хотите вернуть свою прежнюю любовь, пользуйтесь этим периодом, возобновляйте отношения с любимыми людьми. И, повторюсь ещё раз, это могут быть мужчина, женщина, и также это могут быть дети и любые другие любимые ваши люди. Возобновляйте сами, проявляйте инициативу, выходите на контакт. Также в период ретро-Венеры с 23 июля по 4 сентября можно возобновлять хобби. Вот раньше вы любили это делать и вернулись к этому занятию. Ни в коем случае не проводите операции косметические, вообще полностью исключены даже не то чтобы операции, а процедуры. То есть нежелательно даже и делать новую прическу или какой-то мейкап, даже до мелочей. Лучше не трогайте ничего, оставайтесь, любите себя такой, какая вы есть. Особенно, конечно, остерегайтесь операций, всё, что касается Венеры. То есть это операции красоты, бьюти и связаны с женскими органами. Если вы мужчина, то здесь, конечно, не про женские органы, а про гормональную систему. Венера отвечает за жир в организме, за гормоны в целом. Также по Венере идёт некоторая часть внутренних органов пищеварительного тракта, поэтому здесь могут быть задействованы ещё и связанные с внутренними органами процесса. То есть везде, где есть вот этот жировой обмен, где он играет роль, гормоны, поэтому может быть и щитовидная железа. Кому нужно, проверьтесь на щитовидку. В целом Венера будет идти по многим вашим домам гороскопа, не только по дому сердца. Она будет проходить от дома альтруизма до дома мудрости. Поэтому и альтруизм, и духовность, и любовь к себе, и любовь к деньгам, и любовь к знанию, к дому, к родине, к детям, к работе, к партнёрам, к возможностям новым. Даже любовь к экстриму в этом году у вас пройдёт. И, конечно же, любовь и к путешествиям, и к знаниям, которые новые совершенно, к новым языкам, возможно. То есть вы будете двигаться в плане любви, и год успешен для любовных дел, несмотря на ретро-Венеру. Конечно, если вы заключаете брак в этом году, то исключите период ретро-Венеры. С 23 июля по 4 сентября не заключайте браки. Также не заключайте браки в период ретро-Меркурия. Ретро-Меркурий не подходит для подписания всех важных документов. Не только важных, любовных, не только брачных, но и деловые. Подписания таких документов, которые понесут какие-то серьёзные последствия, могут сказаться на вашей репутации, либо на ваших заработках. В заработках лучше отложить в период ретро-Меркурия. Это период с начала 2023 года до 18 января 2023 года. Здесь, к сожалению, может пострадать ваша репутация, если вы вдруг какую-то неправильную бумажку подпишете. Поэтому осторожно остерегайтесь этого периода. В плане финансовом более опасен второй период ретро-Меркурия. Этот период будет в апреле. Ретро-Меркурий у нас с 21 апреля по 15 мая. Вот здесь финансовые документы лучше никакие не подписывать, не брать деньги в долг, не давать деньги в долг, никаких кредитов, депозитов. Всё это следует оставить. Это второй период ретро-Меркурия, 21 апреля, 15 мая. Третий период ретро-Меркурия проходит у вас в доме работы. И приходится он на самый конец августа и сентябрь. С 23 августа по 15 сентября лучше не менять работу. Возвращаться на прежнюю можно. Не искать новую работу, не поступать на новую работу. А вот к прежнему, к прежнему виду деятельности возвращаться можно. Будьте осторожны в этот период с бытовой техникой в быту. Нежелательно приобретать бытовую технику на все периоды Меркурия, но особенно будет нежелательным. Это период, конечно же, когда ретро-Меркурия будет знак из диака Дева, именно озвученный мной 23 августа, 15 сентября. Здесь лучше не покупать ни пылесосов, ни посудомоечных машин, ни автомобилей тоже. И ещё один период ретро-Меркурия приходится уже на самый конец года. Здесь Меркурий будет путешествовать сразу по двум знакам с диака. Это знак из диака Козерог и Стрелец. Для вас это 10 и 9 дома. Снова, как в начале года, Меркурий-Литоградин в Доме Успеха. Поэтому как в начале года, как в январе, так и в декабре 23-го, если вы совершите какое-то неверное действие, может, к сожалению, пострадать ваша репутация, ваш успех на работе. Может быть подпорчена ваша репутация каким-то неверным решением. Может быть, вы кому-то не тому дали ключи. Ключи в прямом либо в переносном смысле. Например, отдали ключи от своего кабинета какому-то человеку, которому доверяли по Меркурию, другом считали, а не следовало этого делать. Поэтому дубликаты ключей, конечно, у вас должны быть, на случай, если какому-то напарнику дать. Но не давайте их людям не проверим. То же самое копии документов, ксерокопии документов. Проверяйте, кому вы их передаете. Это касается, еще раз говорю, января и декабря, то есть и начало года, и конец года. Очень похоже. В конце года у вас, может быть, всплывут вопросы, связанные с заграницей. Здесь особо нужно быть осмотрительным, что касается оформления именно загранпаспортов, виз и всего остального. В начале года также эта тема может быть актуальна. Но здесь по 10 дому скорее вы внутренний паспорт оформляете в январе. Это как пример. Например, вы хотите оформить внутренний паспорт в январе, и я вам говорю сразу после 18 января. А в декабре вы, например, хотите загранпаспорт оформить. Я вам говорю сразу, если вы хотите это делать, то до 13 декабря. То есть ретро-Меркурий с 13 декабря 2023 года и по 2 января уже 2024 года. Соответственно, самый конец года снова не подходит для тех же самых дел, для которых не подходит самое начало года. Для устройства новую работу не подходит. Для продвижения в карьере нет. Лучше не пытайтесь пробиться выше по карьерной лестнице, выйти в директора. Вы, может, будете хотеть, но лучше этого не делать. Открыть свое дело вы будете хотеть, но лучше этого не делать на ретро-Меркурии. Десятый дом — это дом успеха, статуса, авторитета, топ-менеджера и директора. Вы будете к этому стремиться? Причем что в декабре еще будете стремиться стать не просто каким-то начальником, а мудрым начальником? Но все-таки, если вы это делаете в январе после 18-го, а в декабре 2023 до 13-го декабря, вашим знаком зодиака управляет планета Овен. Ой, Марс! Овны! Вашим знаком зодиака управляет планета Марс. Марс в самом начале года ретроградный, только 12 дней, а дальше уже в прямом движении. Значит, что если что-то с вами будет не так, вы себя будете чувствовать еще нехорошо, какие-то у вас проблемы, может, что-то вас мучает, что-то вас печет, допекает, как изжога. Если у вас есть такие проблемы в жизни, то они до 12 января после должны завершаться, должно облегчение прийти. Облегчение придет через информацию и легкие деньги. То есть вы получаете быстрые знания, как новости, которые снимают напряжение с вашей души, и с вашего сердца, и с ваших рук, возможно. Вы печатаете много. Здесь снимается напряжение с рук. Может быть, вы что-то еще делаете руками, от чего устаете. Может быть, вы водитель, ведете автомобиль, либо играете на каком-то музыкальном инструменте. Перенапряжение. Повар, швея, перенапряжение идет. А после 12 января это снимается. Марс будет ретроградным всего лишь 12 дней в начале года. Затем будет легче и легче и легче. 25 марта ваш управитель переходит в ваш четвертый дом. Здесь у вас есть возможность посетить родину свою, если вы живете не дома, или заняться ремонтом в своем доме. К сожалению, Марс может давать негативные процессы в вашей стране, у вас на родине. Однако с 20 мая, когда Марс переходит в знак зодиака Лев, ситуация, по крайней мере, в вашем сознании, облегчается. Играют энергии планет таким образом, что иногда, иногда, не всегда, если ситуация даже внешне не меняется, но планеты так перемещаются, что внутреннее ваше отношение к происходящим ситуациям изменяется. Поэтому в конце мая, с 20 мая у вас точно в душе настанет праздник, несмотря ни на что. Праздник в вашей душе будет, и вы будете сами организовать эти праздники в конце мая, в июне и еще в начале июля. В июле 2-3 декабря вам уже захочется поработать побольше, потрудиться. Ну и, конечно, Марс, так же, как и Венера, будет в вашем седьмом доме. Здесь возможность заключить отношения с кем-то, опять партнер по бизнесу, либо по браку. Но в то же самое время, смотрите, чтобы не поссориться с любимым человеком в период с 10 июля по 27 августа. Здесь нужно устанавливать мирные договоренности, мирные договора. Дальше у вас вопросы денег, знаний, путешествий и развития себя, расширения себя, глобализации. И до конца года эта тема. Еще очень важный транзит — это транзит Юпитера. Прекрасная планета счастья, удачи в вашем знаке Зодиака до 16 мая. Поэтому, если вы хотите поймать удачу за хвост и, в принципе, рассчитываете на фортуну, на удачу, то вы правильно делаете. Делайте это. До 16 мая фортуна с вами и в вас. Собственно говоря, может быть, вы даже не будете чувствовать себя, что вам везет, однако другие люди, которые рядом с вами, будут вам об этом говорить. Они могут говорить, «Ты знаешь, когда я с тобой куда-то иду, то все получается легко, приятно. Когда я с тобой общаюсь, у меня такая энергия, что я потом беру что-то очень хорошее, делаю». То есть, собственно говоря, вы сами фортуна, вы сами рок изобилия до 16 мая. А после 16 мая и до конца года у вас много денег, потому что Юпитер с 16 мая переходит во второй ваш денежный дом, дом зарплаты. Возможно увеличение зарплаты, получение иной прибыли, но ваш кошелёк становится как рок изобилия. То есть до 16 мая это вы рок изобилия. Вы дарите мудрость, являетесь благотворителем, даёте мудрые советы, помогаете, опекаете, талисманом являетесь. Может быть, даже, например, отправляясь в какое-то путешествие, вас водитель просит рядышком с ним сесть и, может быть, даже и говорит, «Вы приносите удачу». Вот просто светите вместо фар. Не нужны фары. Машина едет на вашей энергии. А после 16 мая, тут уже финансовые вопросы идут на благость. Я вас с этим поздравляю. Будет очень хороший финансовый период с 16 мая по 4 сентября. То есть это вторая половина мая, и всё лето у вас очень финансовое. А с осени, с 4 сентября и под конец года у вас может возникнуть необходимость экономить, побольше экономить, сберегать и сохранять, как будто бы в мешочек себе собирать. С 4 сентября по 31 декабря Юпитер ретро-граден в вашем доме кошелька. Это значит, что вы в кошелечке имеете какой-то тайный отдел, куда отдельно откладываете денежку на что-то. И это правильно, и это хорошо. Вы становитесь более экономными. Возможно, у вас появляется ещё один кошелёк, о котором никто не знает, потому что ретро ещё указывает на скрытность чего-то. Откладываете деньги на что-то. На что вы можете откладывать деньги? На какую-то свою мечту или на какое-то очень дальнее путешествие. Ну или, конечно, ну должна вам сказать на чёрный день, потому что Сатурн, мы уже переходим к Сатурну. Сатурн у вас в этом году в 11 и 12 домах. То есть на мечту вы можете откладывать деньги до 7 марта, до 7 марта, а после 7 марта уже по 12 дому, это на что-то тайное, скрытое, тёмное, на санаторий, на то, чтобы поехать в другую страну далеко, это не ближняя страна, к морю, к океану, на отдых, на лечение, на пенсию, на какое-то добровольное заточение. То есть, может быть, после 7 марта у вас появится желание, например, работать в уединении, работать удалённо. И вы начнёте к этому готовиться, и в том числе собирать деньги. То есть это будет ваша цель. Цель. Здесь кто-то думает о пенсии, кто-то думает о санаторно-курортном периоде, может быть, в течение всего лета, например. Вы хотите где-то отдохнуть. По ретро-Сатурну, в знаке зодиака рыбы, можно ездить в путешествия, в том числе и даже эмигрировать, долго-долго где-то жить за границей. Но в новые места следует ехать до 17 июня. А там, где вы уже были, можно возвращаться с 17 июня по 4 ноября. То есть, если вы сейчас думаете где-то пожить, где-то поработать удалённо, дистанционно, переехав в какую-то другую страну, то вы можете это действие предпринять. Но с 17 июня по 4 ноября лучше ехать в ту страну, где вы уже когда-то жили, были. Может быть, это тёплая страна просто. Вот как раз до холодов поедете в более тёплую страну, если вы живёте в холодной стране сейчас. То есть здесь вы нацелены на духовность, на духовное развитие, на прогресс. Кто-то начинает медитировать из овнов в этом году, кто-то занимается тайными знаниями, раскрытием тайн, родовые тайны, родологией. Также по 12-му дому идёт вся предсказательная техника, любая предсказательная техника. Популярны сейчас карты Таро, также гадания на кофейной гуще и на камнях, на воске, отливку на воске. Может быть, кто-то будет делать, снимать с себя негатив. Психотерапия и психиатрия тоже идёт. Поэтому не бойтесь, лучше пойти к психотерапевту, чтобы не ходить к психиатру. Но если у вас психотерапевт наступает к психиатру, то нужно идти, не забывайте об этом. То есть здесь нужно о себе заботиться, прорабатывать страхи и фобии, ночные кошмары и навязчивые состояния. Год весь для этого подходящий. Для обращения к астрологу подходит период до 7 марта. И дальше также, но всё-таки, так как Сатурн в водолее до 7 марта, я вам рекомендую в начале года обратиться к астрологу. Дальше больше вам помогут маги и какие-то люди, которые больше, как бы агрессивнее на вас воздействуют. Потому что астрология — это лёгкое воздействие, это как прогноз, это не оперативное вмешательство ваше тело, это терапия. А дальше вы, может быть, позволите себе что-то более жёсткое, например, магию. Ну, повторюсь, как пример отливка на воске. Если вы хотите обратиться ко мне как к астропсихологу и заказать свой личный гороскоп на 2023 год, пишите мне на Viber, WhatsApp или Telegram по номеру телефона, который сейчас видите на своём экране. Это будет ваш личный гороскоп на 2023 год. Сейчас вы слышите общий прогноз. Уважаемые овны, прогноз получается очень большим, поэтому будет вторая часть этого прогноза. Обязательно переходите по ссылочке и смотрите её. по ссылочке по ссылочке по ссылочке